В таком общественном транспорте, как троллейбусы и автобусы, у граждан появилась возможность оплачивать проезд не только обычными деньгами, но и с помощью банковских карт. Информация об этом размещена на бортах и в салонах пассажирского транспорта. Оплата будет возможна только в том случае, если ее производить с помощью карты с бесконтактной технологией Visa Payway. Все владельцы, у которых есть банковская бесконтактная карта платежной системы Visa, вне зависимости от банка-изготовителя данной пластиковой карты, могут воспользоваться проездом и с этой банковской карты будут списаны ровно 18 рублей без всяких комиссий и дополнительных платежей. Для оплаты владельцам банковских карт не придется передавать их в руки кондуктору. Достаточно будет приложить Visa к терминалу, он очень прост в использовании. И хотя сейчас в городе не так много пассажиров, желающих оплатить проезд с помощью банковской карты, проездные тоже электронные. И оплата производится также через терминал. По нескольким причинам это намного проще и удобнее, чем использование обычных бумажных проездных, которые были раньше. Хотите, я вам покажу, насколько это проще? Вот смотрите, льготная карточка, одно движение и вот билетик. На руку транспортным компаниям еще и то, что школьники или студенты, желающие проехать зайцем в троллейбусе, практически не имеют шанса это сделать. Нет, сейчас вот с новым терминалом они не могут, потому что сразу карточка, сразу терминал мне выдает надпись, что карта была использована в течение ближайших пяти минут. По одному проездному терминал может выдать билет не раньше, чем через 10 минут. Вот такие технологии. Для граждан предложено 4 вида таких карт – школьная, студенческая, льготная, городская. Даже если такой электронный проездной потеряется, его можно восстановить. Все средства, которые были на карте раньше, будут перенесены. С бумажными проездными не было такой возможности. Да, если человек обращается к нам, говорит о том, что он утерял карту, сблокируйте мне там карту. То есть мы по базе смотрим, блокируем ее и уже ездить по ней никто не сможет. Для поддержки клиентов электронных карт и ответов на все вопросы существует горячая линия. Пока автоматизированная система оплаты проезда распространяется только на габаритный, муниципальный, общественный транспорт, автобусы и троллейбусы. Я каждый день почти езжу и на маршрутках, и на общественном транспорте. Если я спешу, я на маршрутки еду, а если нет, то на общественные. Во-первых, здесь свободнее гораздо, потолки высокие, а там народу много всегда. Здесь гораздо проще. До маршруток новые технологии не дошли, но, возможно, это лишь вопрос времени.